Тартусский административный суд полностью удовлетворил жалобу председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова на решение Вайварского властного собрания о введении платы за могилу и аннулировал указанное решение. Я посчитал решение Вайварской власти необоснованным. Необоснованным как по форме документа, так и по сути, что вот эта плата должна взиматься. У меня у самого на кладбище Регикюла три захоронения, вся моя семья похоронена. Это означало, что я должен был бы платить 300 евро за вот эти захоронения. Но вопрос даже не во мне, этот вопрос касается всех норвитян, у кого есть захоронения на Регикюла. И считая, что это решение необоснованное и несправедливое, я его оспорил. Обоснование решения суда сводится к тому, что решение Вайварской власти не отвечает требованиям, предъявленным законом, к нормативным актам, некорректного по форме, а также то, что решение является необоснованным с правовой точки зрения. Сейчас Вайварская власть стоит перед выбором. Еще не истек предусмотренный законным сурок оспаривать это решение. Соответственно, уже в суде высшей инстанции. Но я не вижу перспективы оспаривания и думаю, что Вайварская власть оспаривать не будет это решение, потому что уж больно хорошо суд мотивировал свое решение и указал на явные недостатки решения власти. Тогда у Вайварской власти есть второй вариант. Может быть принять новое решение о том же самом, о такой же плате, но уже с учетом тех моментов, на которые обратил внимание суд. Теоретически это возможно, но я думаю, что это решение также будет сложно обосновать, потому что закон не позволяет взимать такую плату. Вайварская власть основывалась о взимании платы на своем же постановлении. Это неправильно. То есть нужно подвести какую-то правовую основу уровня государственного законодательства, а не своего местного. Поэтому я думаю, что и это действие, может быть, их новое решение также оспорено. Но спорить так можно долго. И на самом деле эффективнее, может быть, было бы вступить в переговоры и как-то решить проблему кладбища регикюла в ходе переговоров. И я знаю, что у нашего мэра такая же позиция, что он готов вступить в переговоры. И я знаю, что уездный старейшина готов способствовать нашим переговорам и как-то способствовать урегулированию этой ситуации. Я надеюсь, что Ивановская власть тоже не откажется разрешить эту ситуацию каким-то компромиссным образом, способом, а не в суде. Я сам тоже считаю, что это, наверное, было бы логично и правильнее, чем судиться. То, что мы сейчас, я и город Нарва, оспорили это решение, это хорошо. То есть есть сейчас, есть почва для переговоров, есть почва для того, чтобы найти какое-то совместное решение, компромисс.